Санкар и Мави просыпаются утром иначе, чем во время сна, в который они засыпали вместе. По мере того, как замешательство Санкара усиливается, напряжение между ними также будет возрастать из-за отношения Мави. Нерешительность Халиси и Яхи по поводу ребенка ведет их по пути, который не понравится Дуду. Яхи, который больше всего на свете хочет быть отцом, понимает, что не может продолжать, не очистив свой разум от сомнений. Элван, с другой стороны, сделает первый решительный шаг к наведению порядка для себя после того, как новости о рождении ребенка повлияют на особняк. Санкар больше не может оставаться равнодушным к просьбе Мелик пройти в хижину и вынужден объяснять, почему они не могут пойти. Однако из-за неожиданной реакции Мелик на то, что он был гостем в коттедже, знакомство Мелик с Мави стало неизбежным. Мави, в глазах которого заключены и его проблемы, и тайно, пересекается с другим членом особняка. Теперь он становится предметом любопытства номер один не только для Санкара, но и для жителей особняка. Санджар встречает другое лицо Мави, которое впервые слышит имя Нари. Взаимное упрямство дуэта поставит их на грань нового приключения. После встречи в хижине эта загадочная женщина смутила Санджара. Санджар, который позже встретился с женщиной, которая, по его мнению, нуждалась в помощи на пристани, поддался своему любопытству и начал исследование, когда в дело вмешался Кахроман. Таким образом, он даже не осознает, что избежал боли собственных потерь. Поскольку новость о беременности Дуду быстро распространяется, Яхья не единственной, у кого в голове возникают вопросы. Элван же начинает сомневаться в себе и своем месте в особняке перед лицом этой семейной картины, которая внезапно формируется перед ее глазами. Отсутствие Гидиза глубоко всех затронуло. Когда Мелик узнает, что он мертв, она начинает испытывать совсем другие страхи. Пока она пытается справиться с последствиями пережитого, у нее продолжают выпадать волосы. Однако Мелик полна решимости до конца скрывать эту ситуацию от отца. Пока Санджар пытается разгадать тайну, которая его преследует, он также пытается защитить эту женщину, полную неизвестных, вопреки самому себе. В конце очередного бурного и насыщенного дня они собираются в хижине и обнаруживают, что, несмотря на все различия между ними, у них есть общая проблема. На этот раз их ждет совсем другая ночь. После ухода Нари Санджар и Мелик пытаются сохранить друг другу жизнь, играя в игру счастья. Но этот отказ является тяжелым бременем для их обоих сердцец. Все жители особняка действуют так, как будто участвуют в одной игре, чтобы поддержать их. Хоть Гидис и один из тех, кто остался позади, он не может найти никакой поддержки, кроме Мюги. Несмотря на то, что он сделал все для Санджара, то, что его сделали козлом отпущения, еще больше усугубляет его печаль. Гювин изо всех сил пытается сбить с толку Гидиза, который пытается выбросить из головы идею Нари. В то время как Яхия, покинувший особняк, чувствует, что его семья пренебрегает им, к удивлению Дуду, он вступает в совершенно другие допросы. Элван, с другой стороны, пытается набраться смелости, необходимой для того, чтобы идти своим путем. Санджар снова будет потрясен новостями из Гидиза, и ему придется пройти еще одно большое испытание. Однако у жизни совсем другие планы на Санджара, который даже пытается заменить Мелик Жажену и Мхижину. Загадочная женщина, которая появляется в неожиданном месте и в неожиданное время, навсегда изменит жизнь Санджара. Вернув себе свободу, Санджар думает, что плохие дни позади, поскольку один за другим все становится хорошо. Однако, когда Нари держится от него подальше, перед ним возникают совершенно другие вопросы. Он проследит за своими подозрениями и начнет раскрывать одну за другой все истины, которые были от него скрыты. Из-за растущего давления со стороны Гювина брак Гидиза и Нари становится очень трудным оставаться в тайне. Получив новости, Санджар и Гидиз вынуждены столкнуться со своими самыми большими страхами. Наконец Санджар узнает, что Нари вышла замуж за Гидиза. Не зная, как справиться с этой реальностью, все ценности, во которые верит Санкар, будут перевернуты с ног на голову. Известие о свадьбе произвело в особняке эффект разорвавшейся бомбы. Мелик с большим отчаянием обнимает отца. Отцу и дочери ничего не остается, как поддерживать друг друга. Нари больше не может нести бремя, которое она взяла на себя во имя свободы Санджара, помимо того, что она пережила до сих пор. Он должен принять решение как за свою жизнь, так и за жизнь своих близких. Будет ли возможность новой жизни возможна для каждого? Несмотря ни на что, Санджар предпочитает остаться вместо того, чтобы бежать, и не позволяет никому расплачиваться за свою невиновность. Нари же полна решимости сделать все возможное, чтобы вызволить Санкара. Поняв, кто дернул Санджара за веревку, Нари приходит в отчаяние. Более того, с обнаружением тела Акына вопрос наследства снова становится проблемой, и Нари сталкивается лицом к лицу со своим отцом. Игры, организованные Гювином, на этом не закончатся. Ухудшение здоровья Халиси Эфи после кризиса в Канаке беспокоит всю семью Эфиоглу. И то, что случилось с Санкаром внутри, вселяет страх в сердца всех, особенно Нари. Нари понимает, что Санджар должен выбраться оттуда любой ценой. Гидис всеми силами помогает Нари спасти своего шафера, который так и не простил его. Сможет ли этот дуэт сделать все необходимое для освобождения Санджара? Сможет ли случиться чудо с Санкаром, невиновность которого невозможно доказать и который приговорен к пожизненному заключению? Гидис готов стать убийцей Санджара. Будет ли что-то чинить между этими двумя парнями, или чинить уже нечего? Простит ли Санджар Гидиза? Итак, простит ли Гидиза Сахра, который Гидиз пожертвовал ради жизни Санджара? С другой стороны, вопрос Кахрамана, будешь ли ты с этого момента сыном свободного фермера или заключенного в тюрьму Санкара Эфи? Ответ Санджара на этот вопрос ясен, Мапус это Санкара Эфи. Однако ответ Нари ясен, сын свободного фермера. Кто из них победит в схватке двух влюбленных? Приведет ли это жестокая борьба друг с другом к концу, которого они никогда не ожидали? Не имея возможности видеть Мелик, когда она была ребенком, ребенок, на которого Санджар возлагал свои надежды, скончался без его ведома и даже не имея возможности оплакивать. Санджару тяжело справляться с этой реальностью, но именно Мелик вытаскивает его из пустоты. Мелик и Нари окружают Санджара всей своей любовью. Нари очень потрясена, когда Сахра, которую она считает другом, оказывается сестрой Акына. Но, как всегда, она отстраняется и разделяет проблемы Санкара, несмотря на их разлуку. Санджар наказывает Минекше и Сахру и сталкивается с Кахраманом. Но на этот раз Кахраману есть что его порезать. Есть наказание, наказание, с которым не могут справиться женихи. Гидис, с одной стороны, сожалеет о том, что сделал с Санкаром, а с другой, снова оказывается перед ним. Потому что Санджар наложил на Сару наказание, которое она не смогла вынести. Гидис изо всех сил пытается спасти Сахру, за которую он цепляется в эти мрачные дни, но в конце концов ему приходится сделать большой выбор. Жизнь Санджара или жизнь Сахры? Нари и Санджар расходятся, но оба намереваются защищать друг друга, а не залечивать собственные раны. Нари сотрудничает с Гидисом, чтобы защитить Санджара от Кахрамана, который постепенно сужает круг. Он даже соглашается выпросить у отца Санкара. Санджар, с другой стороны, пытается защитить Нари от неприятностей, а также пытается помешать своей семье и Мелик обвинять ее. Следуя за Нари на расстоянии, Гидис застревает и достигает Сахры.